В эфире программа «Сила веры». Здравствуйте, я Евгений Борисов. О том, как отвечать на духовные вопросы современного человека, мы беседуем с благочинным храмом города Орла, настоятелем Боговиленского собора по ротереям Александром Прищепы. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, уважаемый Евгений. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Отец Александр, 22 мая, день одного из почитаемых святых, святителя Николая Чудотворца. Его тропарь называет правилом веры и образом кротости. Вот сегодня давайте поговорим о таких вот правилах веры и образах кротости, о почитаемых в народе, людях святой жизни, еще при жизни так их почитают. Святых Старцев. Почему возникает такая народная любовь? Как не ошибиться с выбором такого духовного наставника? И вообще, кто это такой человек, которого называют Старцем? Кого в народе можно назвать Старцем? Человек, который прожил уже довольно лет, довольно много лет. Если человек прожил много лет, у него в жизни случались очень многие ситуации, где, когда он выходил с этих ситуаций, он приобретал определенный опыт. Так что он может дать хороший совет в любой ситуации, в той, где он уже побывал. Что касается духовных Старцев, это люди, которые уже достигли определенных высот в духовных подвигах. Они уже имеют опыт духовной жизни, они имеют опыт молитвы, они имеют опыт правильной жизни, и они могут человеку дать совет, как правильно поступить в той или иной ситуации, что касается духовной жизни, чтобы это не было противно Богу. Ну, конечно, Старчество, оно происходит все-таки с монастырей, потому что и раньше, и сейчас, когда приходит новый человек в монастырь, то его приставляют к более опытному духовному, уже так сказать, старцу, который его и учит этой духовной жизни. И если этот человек, только пришедший в монастырь, слушает советы своего духовного наставника, то он потихоньку и сам начинает возрастать. Поэтому уже в духовном плане старец не обязательно должен быть очень старый. Сегодня к старцам обращаются и многие миряне, потому что в этой жизни очень много у нас разных непредсказуемых каких-то ситуаций, когда в человеке появляется дилемма, как поступить. Вот тут нужен совет, совет со стороны. Нужно принять решение, и вот просто не знаешь, как поступить. И спрашиваешь человека, который находится рядом, ну, как ты думаешь, как мне лучше? И он тебе дает совет, то есть, как говорят, со стороны видней. Это часто бывает. Ну, а когда, если человек еще и все-таки молится много, Господь умудряет, то действительно эти советы бывают полезные. Но не всегда люди обращаются к этим старцам, чтобы как-то упорядочить свою духовную жизнь. Сегодня к старцам обращаются с различными вопросами, с обыденными жизненными вопросами. Ну, я что хочу сказать? Взять благословение даже в священника – это хорошо, потому что любой священнослужитель, он является носителем благодати Божьей. Эта благодать от него исходит и передается человеку, который берет благословение. А что касается людей опытных, которые мы называем старцев, то я хочу сказать, что это достигается очень большим трудом. Те люди, которые много страстей сумели в себе побороть, те люди, которые преодолели вот эти страсти, они освободились от грехов, те люди, которые все время пребывают в молитве, вот те люди и могут дать такой совет, потому что когда человек очищается от грехов, он приближается к Богу, и Господь и дает определенный дар. Дар сначала проницаемости какой-то такой глубокой, а этот дар может даже перерасти и в дар прозорливости. Мало таких людей есть, которые таких достигают высот, но они есть. И вот что касается сегодняшнего старца, нашего батюшки Илья, Ноздрина, нашего земляка, у нас в наших передачах мы часто его вспоминаем, потому что мы руководствуемся его наставлениями. О нем действительно можно сказать, что он так же как дышит, как смотрит, как слышит, он так же и молится, он так же и смиряется. Это вот действительно высочайшее смирение и глубочайшая любовь ко всем. Бывает так, что старцем человек делает народная молва, и вот человек в какой-то сложной ситуации по научению близких к такому священнику обращается. Мы пока не знаем, кто он, да, каково он, свойства. Бывает так, что такой священник начинает настаивать, допустим, жениться или не жениться, взять ребенка из детского дома или не взять, купить машину или не купить. То есть у нормальных здравомыслящих людей уже какой-то звоночек звенит. То есть здесь, наверное, не все в порядке. Вот как быть в такой ситуации, когда мы сталкиваемся с таким человеком? Я хочу сказать, что святые отцы нас всех учат и предостерегают, что очень важно не обольститься. Когда ты чего-то достиг где-то, ну вот идет у тебя молитва, ты там и пост соблюдаешь. У человека может тут заграть какая-то прелесть. Вот да, я уже настоящий такой, что я все могу. Прибывая в прелести, он может позволить себе вот такое действие, как настаивать. Каждый человек имеет немощь, в том числе и священники. Вот даже мы сегодня вспоминали святителя Николая. У него тоже была человеческая немощь. Вспомните тот же первый собор в Никее, когда он ударил этого ария по лицу. По человеческой немощи тоже, видите, и за это он был тоже наказан, за это он был отлучен на какое-то время даже от службы, за такое свое поведение неприличное, недостойное для святителя. Много есть людей, которые, не успев стать священником, они смотрят на старцев, к которым приезжает множество людей. Это и авторитет какой-то. И уже человек хочет сразу стать старцем. Не успев принять священный сан, он уже сразу начинает людям предсказывать и так дальше. Так называемое сегодня у нас младостарчество. От этого младостарчества очень сегодня нас тоже предостерегает Святая Церковь и, в частности, Святейший Патриарх. Обращаются к священникам, что не надо, уже сразу не успев помолиться, не успев отслужить 10 литургий, сразу из себя строить уже святого человека, умудренного, углубленного каким-то духовным опытом. Еще одно из таких явлений, которые сегодня можно наблюдать, это модно, понимаете? Ездить к старцу, это как-то такая дает для человека льготы, что ли, что раз он общается с старцем, уже тогда, если кто-то ему говорит, что ты неправильно делаешь, что ты мне подсказываешь. И еще хочу напомнить сегодня слова тоже Святейшего Патриарха Кирилла о том, что благословение нужно давать тогда, когда его просят. Если человек пришел и просит благословения, то духовный человек, глубоко духовный человек, он скажет, ну, я бы тебе советовал сделать так или иначе. Духовный человек, который действительно духовный, он никогда не будет просто так рубить, как говорится, из плеча и настаивать на вот этих каких-то действиях. Он, естественно, что он даст советы. Сегодня, когда совершают паломнические поездки и по России, и за границу, то уже входит в программу многих наших организаторов посещение старца. Паломническая поездка – это, в первую очередь, посещение святых мест. Что такое святые места? Это те места, где есть какие-то святы, не такие, как чудотворные иконы, как мощи, как святые источники. И если человек молится, то может ему там и посчастливиться, встретить какого-то из старца. Не обязательно, чтобы это был известный какой-то старец. Может, это будет идти простой и романах, и ему Господь вразумит, что вот там приехал какой-то, и он спросит человека где-то, что-то посоветует. Но искать того, чтобы нам через этого старца, так называемого, Господь сразу открыл будущее, и мы уже знали канву, по которой мы должны жить. Да для нас, как правильно жить, есть святые Евангелии. Вот живы по Евангелии, вы исполняете заповеди Божьи, и это уже правильно. А когда уже где-то человек вступает в конфликт со своей совестью, и у него стоит вот эта дилемма, как поступить. Но вот тут, да, надо совет духовно-опытного человека. Есть много точек зрения, почему возникает такая народная любовь к старцам. Вот если вы помните, во времена Иоанна Кронштадтского, вокруг него целый кружок такой был, Иоаннит он назывался. Очень часто среди них преобладают женщины. И вот в наше время, второй половин 20 века, когда мужчин стало меньше по объективным причинам после войны, может быть, произошло так, что женщины, которые по своей природе не всегда могут принимать какое-то решение сами, вот у них присутствовала, грубо говоря, такая тоска по сильному мужскому плечу, стали вот это вешать на почитаемых старцев. Почему они стали обращаться к ним по любому бытовому вопросу, купить ли корову, поменять ли колонку, может быть, у вот такого отношения к старцам чисто какая-то прагматическая причина? Трудно, конечно, сказать и как бы это подвести под какое-то правило или закон, потому что и множество мужчин нуждаются в советах духовных отцов, опытных отцов, старцев. Но то, что мы сегодня имеем, что большинство прихожан все-таки женского пола, они более восприимчивы, более впечатлительные, может быть так. Наверное, все-таки женская душа более расположена к любви, а Бог есть любовь, и они больше могут любить, поэтому их больше. Раз есть любовь больше к Богу, то они уповывают больше на Бога, и когда что-то надо сделать, то они понимают, что надо все-таки получить благословение. Может, где-то мужчина стесняется, ну, из-за чего? Из-за того, что меньше любви в сердце. Он как-то надеется на свою силу и на свой ум, и мужчина больше надеется на себя, нежели на Бога, на благословение Божье. А женщина, она надеется уже на Бога, она более слабая, где-то надо искать защиту. Может, и возникает то, что и вы сказали, может, где-то кто-то и хочет, где-то какую-то, почувствовать силу от старца. Но я думаю, что ни один этот старец никогда не выскажет ропот. Как я устал от этих, кто к ней приходит. Вот меня, например, как священник, это всегда радует, что человек все-таки хочет получить Божье благословение. И по благословению как-то вот эти дела, которые, на что берут люди благословения, они спорятся. Там присутствует рука Божья. То есть не сами мы своими руками, своим умом, своей силой творим, а творит уже через вот это благословение нашими руками, но творит Господь. Мне в своей жизни вот довелось встретиться с одним старцем. Я думаю, многие его знают. Был такой старец Ипполит в Курской области, в Рыльском монастыре. Этот монастырь святителя Николая. И у меня в жизни был такой период, когда вот я вроде священник, многим советы даю, а вот как в своей жизни поступить, я затруднялся, какой шаг сделать. И вот когда я приехал к этому старцу, мне посоветовали поехать, конечно же, я эту благодать почувствовал. И я не задавал вопросы, я только в мыслях, думаю, надо батюшку спросить про то, про то. А батюшка мне тут же дает ответы. Еще я не сформулировал вопрос, не открыл рот, а он мне тут же так и так говорит, так и так поступает. Некоторые прохожане, зная то, что я собираюсь к старцу, просили о своих проблемах спросить. Вот такой случай я расскажу. Одна женщина имела два сына, и старший сын, значит, влюбился в девушку, в женщину, которая старше его на 20 лет. Практически ровесница его маме. Мама была против этого брака. Просит батюшка спросить этому старца, что делать, как мне молиться, кому мне молиться. И я только открыл, он говорит, ничего, ничего, батюшка, ты их повенчай, пусть они живут, нормальная будет семья. Я хотел еще спросить, что 20 лет разница, а он тоже, я, ты знаешь, венчал, когда и 30 лет была разница. И вот я приехал, сказал, мама смирилась, я их повенчал, и они живут и сейчас. Вот уже это лет, наверное, 15 прошло с тех пор, когда это было, потому что старец там вскоре уже и представился, отошел ко Господу, но и на его могилках совершаются чудеса. Действительно, Господь нам дает таких сильных духом людей, и если они есть, то, конечно же, если есть возможность, даже просто побывать вместе с этим старцем, получить просто благословение, ничего не спрашивая, это очень важно, потому что Божья благодать через них на нас действует и распространяется. Спасибо, Отец Александр. С вами были протеорей Александр Прищепа и Евгений Борисов. До встречи через неделю на телеканале Первой областной, в это же время в программе «Сила веры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok